В этом видео мы будем смотреть с вами не фокус, в этом видео я хочу показать вам очередное фигурное ложное подснятие, которое вы легко можете применять в своих фокусах, чтобы дурить зрителя и пускать ему пыль в глаза. Выглядит оно эффектно, но в то же время оно несложное. Грубо говоря, опять же, это такой простенький флориш. Ну что ж, друзья, хватит болтать, давайте посмотрим, как это делается. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, как выполняется эта фигурное ложное подснятие. Итак, смотрим. Еще разок. Ну давайте еще разочек. Да, забыл. Крестовый король у нас внизу, пиковый король наверху. Посмотрим разочек еще. Крестовый остается внизу, пиковый остается наверху. Вот такое вот фигурное ложное подснятие, простенькое. Давайте теперь разучивать его, как его делать. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, как выглядит... Точнее, не как выглядит, а как делать это подснятие. Опять же, для ориентира возьмем внизу крестового короля и пикового наверху. Что мы делаем? Во-первых, я размещаю колоду в руке. Большой палец у меня с одной стороны, указательный средний, и безымянный, точнее, указательный мизинец и средний безымянный у меня с другой стороны. То есть, вот таким вот образом в левой руке она у меня держится. Далее, большой рукой... Большой рукой... Большим пальцем правой руки я беру примерно одну треть. Вот так вот отделяю. То есть, отделил одну треть. И с оставшейся частью я выполняю вольт-шарлье. То есть, сбрасываю эту часть, половиночку вот этой стопочки, вот так вот сбрасываю. Поднимаю ее вот так вот наверх, указательным пальцем. И когда она у меня уже уходит сюда, чтобы ее накрыть, я вместе с ней бросаю вот эту часть. Накрываю, как вольт-шарлье, но правой рукой я беру вот эту стопку. Забираю ее из левой руки. Далее, подношу ее вот так вот вниз. И используя ее, я вот так вот переворачиваю эту стопочку. То есть, занес. И вот так вот вверх толкаю ее. Она у меня переворачивается. Далее я ее приподнимаю чуть вверх и опускаю, чтобы она у меня кувыркнулась. То есть, как она у меня кувыркается? Я ее, грубо говоря, большим пальцем отпускаю, и она об эти пальцы у меня вот так вот вращается и падает вниз. То есть, вот так вот просто раз. Большой палец отпустил, она сама упала. То есть, перекинул и бросил сверху. Король остался у меня внизу, и король у меня остался наверху. Итак, повторим еще разочек. Одну треть поднял. С оставшейся одной трети я делаю вольт-шарлие. Указательным пальцем его вот так вот поднимаю. Кто не умеет делать вольт-шарлие, советую сначала научиться делать вольт-шарлие, а уже потом только это подснять. Бросая это следом, захватываю, поднись, перевернул, бросил. Еще разочек. Раз, два, три, четыре, пять. И вот такое вот у нас, такое фигуристое ложное подснятие у нас получается. В итоге карты не меняются. Короли также у нас остались наверху. Ну что ж, друзья, вот такое вот было простенькое подснятие ложное. Конечно же, вы можете его смело брать на вооружение и использовать для того, чтобы пускать пыль в глаза своим зрителям. Ну что ж, на связи был Куликов Сергей, сайт focus.mrk.ru Если ты до сих пор не подписан на наш канал, то я тебе советую прямо сейчас это сделать и в ближайшее время ожидать новое видео. Итак, друзья, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok